Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, это второй выпуск из серии гайдов по классам Skyforge. Сегодня у нас на повестке дня ХС. Хранитель света. Давайте-ка пройдемся опять же по скиллам. Мерцающая вспышка или поток света. Это обычная, обычная, самая обычная атака, которая наносит крайне мало урона, но при этом может усилять союзника. Настакивать, грубо говоря, могущество. Поток света по зажатию заменяет банки, но на 8 секунд увеличивает целевому союзнику могущество на 20%. От могущества хранителя, соответственно, силу, дух, удачу, отвагу на 8. Соответственно, отваги хранителя. Правая кнопка мыши это частица света, золотой шар. Простое нажатие это у нас АУЕ атака, неплохая АУЕ атака, но с учетом того, что ХС это у нас все-таки класс поддержки, урона он большого не дает. По зажатию правой кнопкой мыши выпускает золотой шар, который делает стяжку мобов. Могут уже наверняка продемонстрировать. Вот так это работает. Правда, никого не задело. Ну да ладно. Рак ХС, что с меня взять-то? Что ж, идем дальше. Стандартный скилл Искра Гнева. Выпускает частицу света, которая наносит урон. Один из самых дамажных скиллов, в принципе, в САПовском билде. Нестабильный щит в паре с Небесным огнем, вроде. Ну да. В паре с Небесным огнем мы можем два раза подряд применить нестабильный щит. Но при этом у нас пропадут вот эти вот стаки, видите? Вот у меня был... И они восстанавливаются. Спустя какое-то время, раз в 8 секунд, мы можем накладывать два щита. Ну вот, один восстановился. Через 8 секунд восстановится еще один. Так вот работает этот замечательный скилл. Дальше. На тройку у нас есть выбор Благословление Солнца. Обычная тройка ХС, которая увеличивает урон хранителя его союзников в радиусе 20%. 20 метров на 40%. Зависит от характеристики вспыльчивость. Длится 8 секунд. Второй же скилл, ДДшный, который может стоять у хранителя света, это Звездный Шторм. Есть билды на хранителя света как на ДД, так и на САПы. Есть даже танковский билд. Правда, он агро держать не может, но, как правило, ХС использует в ПВП. Это, ну, одна из самых жирных тварей вообще в принципе. Наверное, сравним с Некромантом в ПВП. И того, и другого убить крайне-крайне сложно. Что ж, идем дальше. Ореол. Еще один стандартный скилл. Окружает хранителя света и его союзникам, находящимся в радиусе 20 метров, Ореолом. Который на 6 секунд уменьшает входящий урон на 50%. На Зетку у нас есть на выбор либо Реликвия Странника, либо Сияние. Сияние дает хранителю его союзникам на 50% параметру игнорирования защиты. Ну, и ускоряет их, соответственно. Реликвия Странника раскидывает телепорт. Который позволит либо союзникам телепортироваться к хранителю света, либо вам. После его применения вы получите баф на скорость. Работает это приблизительно вот так. Прокидывается Реликвия. И вы получаете баф на скорость. Двигаемся дальше. Сияние жизни. У нас есть выбор, опять же. Яразвезд накладывает 3 сферы, которые срабатывают на контратаке. Если вас атакуют, в противника летят эти сферы. Сияние жизни. Это Ресолка, которую можно поднять человека упавшего. Ну, естественно, поднимается только по искре. Итан, не боянь. Раз в 10 минут. Благословение стойкости. Это снимает с хранителя и союзников все эффекты контроля. Также все дебафы. На Вшку у нас расположены стягивающие и взрывающиеся радиусные атаки. Я как ХС-САП использую Квазар, для того, чтобы стягивать мобов в одну точку. Ну и уменьшать их скорость. Сверхновая взрывается, а Пульсар замедляет противников. Так, что еще? Вот, собственно, обжигающий поток. Это ДДшный скилл. Я использую мерцающую вспышку и поток света, для того, чтобы забафовать, если нету Алхимика. Правда, Алхимик с этим делом справляется куда лучше. Ну и последний скилл. Это Неприкосновенная преграда. Окружает хранителя и всех союзников в радиусе 20 метров барьером, полным неуязом, на 4 секунды. Также на его месте может стоять Гнев Солнца, который отбрасывает врагов, нанося им определенное количество урона, зависит от вашего престижа. Можно также пройтись по талантам, но я расскажу лишь о тех, которые у меня стоят. Яркие вспышки усиляет мою мерцающую вспышку. Солнечный ветер, скорость восстановления энергии и света увеличивается, как к бою, так и вне боя. Неприкосновенная преграда. Время восстановления уменьшает. Небесный огонь, как вы видели, дает способность два раза скастовать моментально щит. дух света не дает ХС умереть. Ему наносит практически смертельный урон, он превращается в духа света с 40% значением здоровья и 15 секунд его довольно сложно убить. Возможно, конечно, но сложно. Путеводная звезда снижает время подготовки реликвии. Поле уменьшает длительность эффектов контроля на 40%. Это, собственно, считается рассеивающее поле считается пвпшным скиллом, но в любом случае эффекты контроля накладывается на вас и в пве. Стабилизация квазара уменьшает количество затрат энергии. Ну и, соответственно, тайна возрождения, время подготовки. Просто сам прокаст идет 2 секунды, а это уменьшает время подготовки. Ну и, собственно, ульта на самое сладкое. Урон союзников в области действия увеличивается на 50%, дополнительно на 1,5% от характеристики вспыльчивость хранителя. А от атак противники получают на 35 больше повреждений. Плюс, как и у алхимика, у него есть аура, которая просто по присутствию алхимика или хс увеличивает ваши статы в зависимости от стат хранителя. Прокаст дается, как правило, на боссах тройка ульт, больше ничего. На 4-х полосниках той же Мидеи дается просто тройка. Вот и, собственно, вся игра хсом. По оружию и до по оружию я вам ничего не скажу, потому что сам ставлю туда, что попало, абсолютно, мне пофиг, что там стоит. Главное, это чтобы у хранителя света вспыльчивость была на 50%, а все остальное это ерунда. То же самое и касается амулетов. Ставлю просто самые высокие, да и все. Кольца рекомендуется знатного хрома, ну и опять же Мерцающий Перстень. Роль этого персонажа, вернее, этого класса, считается немножко поменьше, чем у Алхимика, потому что Алхимик это персональная заливка и баф, превосходный баф на урон. Но все-таки тройка ульт делают свое дело и при полном фулл бафе Алхимика и Хранителя Света вылетают просто чудовищные цифры. Этот персонаж незаменим. Опять же, как и Алхимик на рейдах, на аватарах, на группах, да и в принципе в данже от него тоже будет куча пользы. Во-первых, он неубиваемый, во-вторых, он бафает своих сопартийцев на урон. Что же, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был Марш, сегодня я вам попытался рассказать про Хранителя Света, надеюсь, у меня получилось лучше, чем в прошлый раз. Оставляйте также свои мнения в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока, до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok